Так, сегодня у нас обзор дорог в столице Украины. Смотрите, ух, блин! Человек не местный, в принципе, ему эти дороги как родные. Или они на соревнованиях с Кэмри. Разве может Toyota Camry с пилотом, настоящим пилотом Рено Кенга никто не может соревноваться. Тут как раз одна компания, очень всемирно известная. У них тут склад. Вот такие дороги, смотрите, впереди они там в соревнованиях. Участвовали, немного напылили. Сейчас еще будет центральная магистраль Киева, тоже одна. Интересно, там залатали или нет. Ох, какая красота! Фух, блин! Сейчас окно закроют. Нормально. Сейчас мы там посмотрим, мы там неделю назад ехали на Мегауазе, могли обогнать любое Ламборджини даже по той дороге. Сейчас мы посмотрим, там что-то изменилось или нет, потому что там реально быстрее 20-15 ехать вообще невозможно. Тут мы как бы в тупике, а тут еще полбеды. А вот там интересно будет. Тут уже магистраль более оживленная, еще все равно она не... Но это уже такая артерия, по которой, скажем, много за день ни одна тысяча машин проходит. Вот вы тоже видите, в каком она состоянии. Великолепно! Никто ничего не собирается тут особо. Ну, хотя бы да, хотя бы пока основные залатали магистрали, по которым еще больше поток значительно. Ну, конечно, полная жесть. Это вот очень один известный торговый центр. Это вот близи него такие дороги. Сейчас выйдем на улицу Луговую, посмотрим, что тут происходит. О, какой тут шикарный выезд. Сейчас, секунду, покажу вам эти ямы по колено. Нормально. А, вот-вот-вот-вот, вот тут тоже зачетно. О, как слышно, хорошо. Да, а это БХ-7, у которой достаточно немаленькие колеса 235-60. Сейчас стоят зимние 16. Подвеска тоже неплохая. Достаточно энергоемкая и все остальное. Это не тройка. Даже не пятерка. Ну, вот, видите, тут ямы хорошие, конечно, такие. На УАЗе я тут ехал вообще беспроблемно. Очень мне понравилась вот эта часть. Это и сейчас на улицу Богатырскую выедем. Это видно только богатыри по ней, видно, могут ездить сейчас после этой зимы. Вон, смотрите, что тут творится. На Луговой, на путепроводе. Да, тут вот бровочку зато новую поставили. Тротуар будут новый делать. Может, и асфальт сразу покладут. Но вообще, под вопросом это. Максимум золотает. Я думаю, новый тут очень много средств нужно будет. Так, ну вот, сейчас выезжаем на Богатырскую. Вот это самое то, что надо. Сейчас впереди где-то через метров 700, наверное, будет наш долгожданный участок. Если его не залатали, интересно, конечно. Там была полная жесть еще неделю назад. Неужели никто не сделал? Сейчас глянем. А вот какие-то латки тут, да, возможно, и починили. Потому что, ну, тут нереально было вообще передвигаться. Ну, что вам сказать. Латки вот лежат. Но есть местами, где ямы не заделаны. То есть, непонятно, по какому принципу люди латали. Не перестает удивлять все. Ну, реально, идиотизм какой-то. О, вот яма. Вот рядом латки. И вот тут же, пожалуйста, вот латки. И тут же, тут же канавы. Мы в них попадаем. Я думаю, слышно. Конечно, на этой камере что-то немножко звук сейчас хуже пишет. Но ничего, я думаю, слышно. Да, интересно, конечно, ремонт дорог проводится у нас. То есть, или асфальта не хватило, или мозгов не хватило. Или желания. Непонятно, по какому принципу. Одни ямы заделывают тут же рядом. Не может, что если только полотали через два дня. Ну, конечно, может все. Но тут явно не свежие ямы, которые не залепили. Так, вот сейчас этот участок. Мы к нему подъезжаем. О-о-о. О-о-о, шикарно. Шикарно. Никто тут ничего не починил. Вот там фура сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Я подъеду ближе, чтобы было... О, вот это место, про которое я говорил. О. Обратите внимание. Это шикардос просто. Это просто... Как бы назвать это... Смотрите на эти канавы. Это просто верх. И объехать их... Ну, сложно. Потому что... Вот тут... Да, ничего. За неделю никто... Самые жесткие места никто не залатал. То есть... Вот это уровень... Уровень столичного автодора. Всеукраинского. Вот здесь оно продолжается все. Но тут они... Вот оно, вот оно, вот оно. Ага. И тут же латка, пожалуйста. Смотрите, свежая. То есть... И вон впереди. То есть... Непонятно, кто как, по какому принципу это латает. Как раз... Я не успел камеру неделю назад достать. Я в темноте тут ехал на BMW. По-светлому ехал на УАЗе. Ну, на УАЗе красота. На BMW, конечно, печально. По какому принципу они латают, непонятно. То есть... Вот тут латки. Тут же ямы. Все вперемешку. Никто... О, хорошо. Это уже... Это типа начался ремонт. Это мы по ремонту им уже канавам. То есть... Люди... Канавы выдолбали. Ну, это, я думаю, всем знакомо. Канавы... Канавы выдолбали. Вон, смотрите. Канавы выдолбали. Асфальт положим через месяц, называется. Или через неделю, в лучшем случае. А вы неделю скакайте по канавам. Тут и так ям хватает. Зачем долбать? Ну, ладно. Это отдельная история. Полная жесть, конечно. Да, вот так. Это... Один из, грубо говоря, самых дорогих спальных районов вот слева. Иева. Оболонь. Это вот вдоль нее дорога. Магистраль. По ней на работу раньше ездил один человек. И тогда она в таком состоянии не была. Тогда, конечно, сразу кого-то наклонили. А сейчас ездят наши друзья с другой стороны. То есть то, что здесь происходит, их особо не колышет. Да. Вот так вот, в принципе. Выезжаем на проспект другой. Вот у людей колеса даже на зелах отпадают. Я так понимаю, после этих веселых камеры полопались. Ну, все везде одинаково. То есть я уже, думаю, вы поняли. Будьте осторожны, проезжая улицу Богатырскую, приближаясь к метро Петровке. Канавы по колено в правой полосе. Да и в левой там ненамного лучше. Желаю всем, чтобы их колеса дожили хотя бы до лета. После этой чудесной зимы и весны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...